Владимир Андреевич, у вас в этом году тоже свой юбилей. Вы 10 лет возглавляете парламент. И вы знаете, когда у Путина на большой пресс-конференции спросили, вот вы правите, он говорит, я не прав, я просто работаю. Накладывается эта формула на вашу жизнь. И скажите, что бы вы сегодня, сегодняшний Владимир Константинов сказал, Владимир Константинов 10 лет назад? Да, это, конечно, вопрос интересный. Когда я приходил на эту должность, эта должность на меня свалилась, как вы знаете, эту историю всю, я о ней рассказывал. Было неожиданно принято решение о том, что мне нужно возглавить парламент. Я человек команды, всегда им был. И со своими личными желаниями никогда это не сверяю. Чего бы я хотел, так у меня было по жизни, куда бы меня судьба не заносила, моего выбора всегда не было. Это всегда было, так сказать, обстоятельство. И надо, надо. Вот это слово «надо» всю жизнь, оно нас так и президент очень правильно сказал, потому что мы люди системы, команды. И пока есть такое. Конечно, за 10-летний период много прошло. Я не хотел бы сейчас посвятить отчету нашей интервью, но в тот период, когда я приходил на эту должность, одна из главных идей была и задач. Я был членом партии регионов, и у нас была программа президента тогда Украины Януковича о придании русскому языку статуса, о выстранивании с Российской Федерации единого экономического пространства и многое другое было. Я как романтик, наверное, тогда был в политике, мне казалось, что это очень реально все сделать, но выяснилось, что все эти вопросы, они не планировались к реализации, не было изначально политической воли, несмотря на всю сложность вопросов, они были реально. Я сегодня убежден, что русский язык, если бы был введен вторым государством, как было в программе, то многие вопросы в стране совершенно по-другому протекали бы, общины были бы русско-украинские сбалансированы, не было бы перекосов, и многие вопросы просто отпали бы. Но этого сделано не было, и дальше мы все с вами знаем. Поэтому та историческая миссия, которая на мою судьбу выпала, я считаю, что я с ней справился, и Крым в Российской Федерации, это было испытание для всех, для нас. Поэтому тому Константину я скажу, что правильно сделать, чтобы пошел сюда, потому что черт его знает, что было после... Это не было Константином.